Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, как обычно, на коллегиях нам предстоит обсудить итоги работы органов прокуратуры в 2016 году, обозначить перспективы на ближайшее будущее. За прошлый год прокурорами выявлено 5 с лишним миллионов разного рода правонарушений. Необходимо действовать максимально результативно. Это относится ко всем сферам. Особенно, когда речь идёт о защите конституционных прав граждан. В этой связи хотел бы отметить вашу работу в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации, Думу Седьмого Созыва, в местные региональные органы власти. Прокуратура своевременно реагировала на нарушения избирательного законодательства. Сработали в рамках своей компетенции достаточно эффективно и в контексте избирательных кампаний. Достаточно сказать, что всего за период выборов в Госдуму в целях устранения нарушений избирательных прав граждан прокурору внесено 590 представлений. Отдельное направление, мы с вами знаем это хорошо, это противодействие экстремизму и терроризму, распространению радикальной и националистической идеологии. Мы подробно говорили об этом на коллегиях ФСБ и МВД, рассчитывая, что и Генпрокуратура продолжит активно заниматься борьбой с этими угрозами. Столь же важна ваша постоянная системная работа в социально-экономической сфере. Вы знаете, что три четверти нарушения трудовых прав граждан, выявленных прокурорами, связаны с оплатой труда. В прошлом году при участии органов прокуратуры погашено 28,5 миллиардов рублей долгов по заработной плате. Каждый руководитель собственных предприятий, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должны понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо. Вместе с тем, не раз говорил об этом и сегодня, сейчас, здесь, повторю ещё раз, добросовестные предприниматели должны получать всемирную поддержку со стороны государства. И здесь хочу отметить вашу большую работу по защите бизнеса от необоснованных проверок и придирок разного рода. Я прошу и впредь уделять этой теме повышенное внимание. Кроме вопросов своевременного начисления заработной платы, пенсии, пособий, самого пристального внимания с вашей стороны требует сфера жилищно-коммунального хозяйства. Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей или на нарушение при сборе средств на капитальный ремонт, на низкое качество услуг в этой области. Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты. Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост так или иначе в отдельных секторах неизбежен. Но я говорю именно о экономически необоснованном, завышенном росте. Необходимо пресекать оборот недоброкачественных и фальсифицированных товаров. И, конечно, должны быть надёжно защищены социально уязвимые категории граждан – пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. Вы видите, как остро реагирует общество на любую несправедливость, равнодушие, казённую чёрствость. В компетенции прокуратуры детально и глубоко разбираться в каждом таком случае. При этом важно выявлять системные проблемы в законодательстве и в правоприменении принятых законов, чтобы исключить условия и риски, которые могут привести к нарушению прав граждан. Уважаемые коллеги, важнейшее направление – это противодействие коррупции и криминалу в целом. Здесь необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах – от профилактики преступлений до поддержания обвинения в суде. В прошлом году по материалам прокурорских проверок было возбуждено 3,8 тысячи уголовных дел антикоррупционного характера. В сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения. Я прошу плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, работать вместе с ФСБ, СФСБ, МВД, налоговой службой, Росфинмониторингом. Надо развивать международное сотрудничество, расширяя договорную базу и совершенствуя практику взаимной помощи совместно с зарубежными коллегами. И в заключение отмечу, что во многом по эффективности вашей работы граждане судят о способности самого государства защитить их интересы, отстоять правду и справедливость. И доверие людей нужно, безусловно, оправдывать, причём каждый день в практической ежедневной работе. Рассчитываю на вашу бескомпромиссность, твёрдость и верность своему долгу. Хочу вас поблагодарить за работу и желаю вам успеха. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, в завершении этой части ещё пару слов добавлю. Мы с вами хорошо знаем, что прокуратура в России занимает совершенно особое, уникальное место в системе органов власти и управления. Наверное, нет ни в одной стране мира ситуации, при которой прокуратура занимала бы столь важное место. А если где-то и есть, то это, как правило, калька с российского и советского опыта. Прокуратура создавалась, как известно, как око государевое. У нас, слава богу, не монархия, а республика. И это значит, что прокуратура должна оставаться оком государства, за соблюдением интересов граждан страны, но и самого государства как такового, как института. Сферы деятельности чрезвычайно широкие. Ну, практически все сферы деятельности, в которых представлено государство, там, где действует закон. Прокуратура должна контролировать исполнение этого закона. Вы знаете, некоторые страны, претендующие на глобальное лидерство, а если быть более точным, то претендующие на глобальное господство, они начали внедрять практику создания так называемых антикоррупционных комитетов, параллельных органов власти, которые чаще всего используются не для того, для чего они созданы, а с целью манипуляций во внутриполитической сфере. Россия, разумеется, никогда не позволит ничего создать у себя, но в некоторых странах такие структуры уже созданы, восточноевропейских. Но для того, чтобы обеспечить интересы граждан и государства, самим нужно быть, а, кристально честными, и, б, эффективными в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушениями закона в самом широком смысле этого слова. Я еще раз хочу поблагодарить вас за работу в прошлом году и очень рассчитываю на вас в 2017, ну и в последующие годы тоже. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...